Светлое Христово Воскресенье Светлое Христово Воскресенье Встречи с представителями общественных организаций глава администрации проводит на регулярной основе. С момента последней в декабре произошло много нового, о чем мэр сделал для присутствующих короткий, но подробный доклад. Не безинтересной для присутствующих была и информация о планах и перспективах работ, намеченных на ближайшее время, глобальных проектах, финансовых средствах, которые удалось привлечь из федерального и областного бюджетов на ремонты и благоустройство объектов города. Общение не было односторонним. Общественники активно задавали главе вопросы. Максимально загруженная у нас улица это советская. Или я прослушал, или вы ничего не сказали. Там будет какой-то ямочный ремонт? Нет, там ничего не сказали про советскую. Дело в том, что взять Комсомольскую, взять Пушкина, они мельнее загружены, чем советская. А советская тоже разбита. У нас есть проект. Начиная от Лизы Чайкина, я уже говорил, и заканчивая выездом, наверное, заканчивая кирзоводом. В этом году по программе безопасной и качественной дороги будет сделана не только дорога, а благоустройство в двух местах улицы Советской. Я сказал, от Лизы Чайкиной до памятника Владимиру Ильичу Ленину, я сказал. Вот на этот участок будет выделено порядок, если мне память не изменяет, 45 миллионов рублей. А дальше туда нет. Подождите, а там мало того, что будет асфальтирование, там будут пешеходные переходы, я уже сказал, видеокамеры ограждения. То есть она будет полностью введена в соответствии с федеральным гостом. Дальше мы будем делать в этом году ямочный ремонт. Обязательно. Улица Советская. Почему срок годности ямочного ремонта очень маленький? Только положили. Полгода проходит на это 25 дня. То ли не соблюдаются технологии, то ли еще. Я не знаю, какие там действительно сроки. Не буду строителей оправдывать. Но меня это тоже интересует. Я услышал, Владимир Иванович. Пока мы весь город капитально не сделаем, не будет хорошего. А то, что ямы образуются, мы посмотрим. Если там есть единый дорожник, я посмотрю, если есть гарантийный ремонт. Конечно, безусловно, их надо заставлять переделывать. Но я смотрю, раз это не делается, то ли это так и должно быть. Правда не проблема. Я разберусь. Строительство новой школы в 2019-2020 году, обустройство парка имени Каратеева к празднованию юбилея города и многие другие вопросы успели обсудить на встрече. Заместитель главы по социальным вопросам сделала ряд важных объявлений об организации, проведении и возможности участия всех желающих в акции «Бессмертный полк» 9 мая и анонсировала первомайские мероприятия. 1 мая, в час дня, в центральном нашем парке Каратеева начнутся праздничные мероприятия, посвященные замечательному весеннему празднику. Потому что к этому времени уже пройдут и дни массовой уборки, и город станет и чище, и красивее. Поэтому мы с удовольствием приглашаем в час дня, 1 мая, в парк имени Каратеева. В этот день в парке будут вручаться сертификаты занесения на доступ, почета для работающих граждан и для школьников. Кроме того, вы знаете, что сейчас отмечается юбилей Новосибирской области, и отдельным гражданам будут вручены почетные знаки. Это парк развития Новосибирской области. Ну и закончится все это, конечно, как закончено. Поэтому будем надеяться, что день будет солнечным, ясным. Приходите мы с вами вместе, отпразднуем этот праздник. С 10.39 мая у здания полиции, у ПАТП, у парка имени Каратеева будут формироваться колонны бессмертного полка, где со специально изготовленными штандартами или простыми портретами смогут присоединиться к акции «Все желающие», отметила Светлана Валерьевна. Впервые в сентябре пройдет парад. В параде будут участвовать курсанты Новосибирских консекционов военных, военнослужащие Новосибирского федерального округа, то есть 341-я, которая здесь находится. Кроме того, в состав парада пойдут ветераны, ветераны военно-десантники, пограничники. Обязательно будут учащиеся школ, которые занимаются в военно-патриотических клубах. Часто будут активные репетиции. У нас тут сидит один из представителей, который, наверное, пройдет 9 мая по площади. Ну и завершать все это будет парад военной техники. И в течение всего дня парадимени Каратеева будут проходить праздничные мероприятия. Приятным завершением встречи стала церемония награждения членов общественных организаций памятными медалями в честь 80-летия Новосибирской области, учрежденная губернатором Городецким, за профессиональную и общественную деятельность на благо области, которая привела к позитивным изменениям в социально-экономическом, культурном и общегосударственном развитии Новосибирской области. И дипломом избирательной комиссии Новосибирской области награждается Соболева Тамара Валентиновна, заведующая отделом муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система Городецкий». Она является призером конкурса среди сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской области «Библиотеки избирателям» в номинации «Библиотеки Новосибирской области» и в категории «Централизованные муниципальные городские районные библиотеки Новосибирской области». Медали продолжат вручать достойным представителям общества на мероприятиях, которые состоятся в этот юбилейный год и, безусловно, порадуют своих обладателей. Что понравилось сегодня в этой встрече, это как бы размах тех мероприятий, которые будут проводиться в нашем городе. Задействован особенно вот этот год ближайший, вот, и чувствуется о том, что забота нашего руководства, конечно, огромные вложения, которые будут даны. Ну и город не спит, город живет. Вот все вот эти вот мероприятия, которые по дорогам у нас, допустим, проблема, по жилищным вопросам. Очень было приятно слышать. Тем более мы живем в этом городе, наши дети растут, это наше будущее. Я все сейчас сидела и думала о том, что нам в те годины придется или нет жить, но нашим детям, внукам придется здесь бывать. А такой размах, который ждет наш город, это прекрасно, это замечательно. Мой, как бы, вклад или чувство даже вот, чувство награды, ну, я житель этого города. До 1974 года я здесь живу, и я никогда не бываю безразлична ко всему тому, что происходит в моем любимом городе. Мне понравилось тем, что мы узнали из УЗГлавы, какие перспективные планы развития города на ближайшее время, какие изменения, что ожидается в культурной сфере, в сфере деятельности вообще в городе, что будет происходить. То есть все то, что, казалось бы, должно помочь, должно послужить для блага наших жителей. Все мероприятия, которые были сказаны, озвучены, они являются все для всех, по-моему, интересными, радостными, довольными. Мы довольны тем, что город начинает как бы развиваться лучше, больше мероприятий и интересных всяких дел. Любая награда вызывает чувство радости, удовлетворения, приятно. Всем-всем спасибо. Ледоход в черте Искитима на Берди прошел 12 апреля. Как складывается паводковая ситуация и какие мероприятия помогли избежать рисков подтопления, нашей съемочной группе рассказал директор службы гражданской защиты населения города. На Искитимской спасательной станции у коммунального моста через реку Бердь оборудован внештатный гидротехнический пост, где специалисты службы гражданской защиты населения ежедневно проводят мониторинг уровня воды в реке. В настоящий момент, вы видите на линейке, уровень воды от нулевой отметки поднялся на 1 метр. Это если сравнивать с прошедшими сутками, то уровень превысился на 10 сантиметров, то есть добавилось за сутки. Организовано взаимодействие с Легостаево, с Маслянинским районом, то есть мы смотрим, какой уровень там, какой здесь. На сегодняшний день на малых реках, это Койниха, Шипуниха, река Черная, мы наблюдаем в течение двух последних суток уже устойчивое падение уровня. В верхнем течении реки Койниха, там за счет поднятия уровня воды в Берди, там немножко добавляется, но никакой опасности это пока не представляет. Говоря о критическом уровне на реке Бердь, которая является сейчас основным источником рисков, специалисты констатируют, ранее он составлял 1 метр 80 сантиметров. До него далеко, а учитывая, что снеготаяние подходит к завершению, то и вовсе маловероятно. Лед был такой рыхлый, слоями был, слой льда, слой воды, мы вынуждены были принимать другие решения, и поэтому мы отказались от проведения взрывных работ, потому что мы посчитали их неэффективными в этом году. Поэтому мы проводили силами из Китимского поисково-спасательного отряда здесь, вот в этом месте, распиловку льда, и нашими городскими силами мы проводили чернение, для того, чтобы ослабить лед. В принципе, эта работа, результат дала, затора здесь не было, а с учетом того, что ликвидирована дамба, лед прошел, можно сказать, организованно и в короткие сроки. 12 апреля утром здесь стоял лед, и в 16 часов вся река Бердь от льда освободилась в границах города. В конце марта текущего года была ликвидирована дамба у цементного завода, поэтому Бердь, чувствуя себя вольготно, ведет себя спокойно, а сотрудники скрупулезно фиксируют уровень воды и держат ситуацию под контролем. Мы находимся сейчас на месте, где была раньше дамба, она же в других источниках, каменная полузапруда, которую ликвидировали. Она, конечно, очень негативно влияла на паводку и ситуацию общую в городе, потому что здесь было падение скорости течения, здесь были заторы, Здесь долгое очень время стоял лед на этом участке, потому что не мог пройти. Теперь мы наблюдаем, что ситуация, как мы и предполагали, значительно улучшилась с паводком. Лед у нас ушел здесь 12 апреля, я уже говорил, при нулевом уровне на отметке у коммунального моста. Никаких заторных явлений здесь не было, поэтому вот эти проведенные мероприятия областным руководством, они значительно снизили риски подтопления в паводковый период на территории города. Будем отмечать новые уровни, ну а сейчас наша задача своевременно мониторить, объезжать вот эти вот опасные места, смотреть, как себя ведет река, и все это дело фиксировать для того, чтобы на будущем, в следующем году, там уже паводок будет другой, мы могли ориентироваться. Ну а по этому году я могу сказать, что очень большая вероятность того, что у нас никаких осложнений с паводком в этом году не будет. Несмотря на то, что снега в этом году было очень много, паводковая ситуация прошла в штатном режиме. Проделана большая работа органам местного самоуправления, именно по вывозу снега, другие превентивные мероприятия, которые мы проводили, вот в период пика на Малых реках, это на Койнихе, мы были вынуждены проводить неплановые работы по подсыпке берега Койнихи, там была угроза подмыва линии, опоры линии электропередач, на Шапунихе, там Новосибирская карьера управления проводила работы, чтобы сбросить воду, не справлялось пропускное устройство через технологическую дорогу. Ну и очень много снега было вывезено, конечно, в этом году, как никогда. И вот склоновые воды, и воды от снеготаяния, вот в местах подтопления, в пониженных участках, конечно, вовремя реагировали, откачивали воду, управление благоустройством дорожного хозяйства, но таких вот валов, звонков, как это бывает в другие года, у нас не было. Сильные, выносливые, решительные. Искитимские юноши, пройдя призывную комиссию, готовятся пополнить ряды Вооруженных сил России. В Искитиме и Искитимском районе весенняя призывная кампания началась с 1 апреля и продлится до 15 июля. Молодежь призывного возраста проходит медицинскую комиссию и получает приписные свидетельства. Задание Генерального штаба на призыв Вооруженной силы Российской Федерации для города Искитима и Искитимского района составляет 125 человек. 72 человека будут направлены с Искитимского района, 53 будут направлены с города Искитима. На сегодняшний день уже прошло несколько призывных комиссий, как города Искитима, так и Искитимского района. Все проходят они в полном составе. Первая отправка прошла 18 апреля 2017 года. Ребята были направлены в сухопутные войска. Было направлено от города Искитима и Искитимского района 8 человек. Студенты учебных центров, колледжей и техникумов, окончивших обучение в январе-феврале, получив повестки, с готовностью прибывают в военкомат. А некоторые из них успели дополнительно пройти обучение в школе ДСААФ, приобретя профессию военного водителя. Для того, чтобы получить профессию военный водитель, для этого нужно, во-первых, пройти отбор в военном комиссариате по состоянию здоровья, сдать психологические тесты. И после этого мы будем рассматривать кандидатам и направим на обучение. Обучение полностью бесплатное за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Значит, обучение примерно около четырех месяцев. Также, помимо специальности военный водитель, мы подготавливаем в Бердской автомобильной школе по специальности связист. Вот эта новая специальность, она введена с осени 2016 года. Там проходил такой эксперимент. Осенью нами было отправлено для обучения пять специалистов. На сегодняшний день мы рассматриваем, также готовы отобрать пять кандидатов и отправить для учебы в город Бердск. Обучение также совершенно бесплатное за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Учился я в нашем колледже, Новосибирский строительный монтажный колледж, на мастер строительных отделочных работ учился. Отец сказал, типа, вот, надо идти служить, говорит, и вот, и говорит, типа, иди отучись на категорию С. Ну, я и пошел учиться на категорию С. Понравилось, все, получил права категории С. У меня от них только хорошее мнение, они хорошо преподавали, то есть они профессионалы, сразу видно. Все хорошо сдали, все хорошо. Я думаю, надо, чтобы все служили в армии, чтобы это, ну, пригодиться в жизни. Много возможностей открывается, я хочу подписать контракт и остаться по контракту служить. По итогам призыва 2016 года медики фиксируют факт, что здоровье призывников в городе Искитиме и Искитимском районе улучшилось. Если ранее в процентном соотношении это было около 60%, то на сегодняшний день перешагнули порог 70%. Все-таки идет улучшение, хотя, возможно, это еще и связано с новым приказом 2013 года, постановлением на приказы министра обороны и постановлением правительства номер 565 о медицинском освидетельствовании. Сейчас у нас на сегодняшний день такие заболевания, как плоскостопие, сколиоз, это рассматриваются врачами, специалистами уже совершенно по-другому. Если ранее даже с легкой степенью уже человек с плоскостопием служить не шел, то на сегодняшний день врачи-специалисты достаточно подробно этот вопрос рассматривают. И я как понимаю, что согласно данного приказа с легкой степенью уходят служить, но с ограничениями. За статья по здоровью будет Б3. Хочу сказать, вот с мальчишками разговариваем, процент того, что хотят служить, он больше, чем в том году. Просто спрашиваем. И спортивно, и активно, но нормально они прослужили. По крайней мере, кто возвращался с весны, они не жалуются, говорят неплохо. Одной из главных задач перед военкоматом по весне стоит отбор кандидатов к поступлению в высшие военные учебные заведения. В этом году необходимо подготовить 28 достойных кандидатур, 26 из которых уже определены. Три кандидата, девушки, которые желают проходить службу, желают стать офицерами российской армии. Ребят мы ждем, набор продолжается, набор не закончен. Мы можем предложить и военный университет, Министерство обороны. Вот на сегодняшний день у нас проходит отбор на прокурорско-следственный факультет военного университета, который располагается в городе Москва. Поэтому приходите в военный комиссариат города Искитима, мы обязательно всех рассмотрим. 16 апреля в детской музыкальной школе Искитима состоялся пасхальный концерт, организованный силами работников культуры и Искитимской епархии. В просторном холле детской музыкальной школы Искитима гостей праздника встречала выставка конкурса детского творчества «Наша Пасха». Работы были представлены разножанровые по технике исполнения, но объединяла их общая тематика. Здесь можно было встретить главный символ Пасхи – яйцо. Из бумаги, вязаные и плетеные, в виде аппликаций, из папье-маше и даже макаронных изделий. С фантазией, кропотливо и терпеливо дети изготовили своими руками поделки, способные создать настроение и украсить самоизысканный интерьер. Поддерживая старинные традиции, в один из самых главных православных праздников верующие поздравляют друг друга, обмениваясь приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе! Вот в сегодняшний день Господь наш Иисус Христос победил смерть. И сегодня природа даже радуется, ликует не только людские сердца, но и животные, и вся растительная природа, вся природа наполняется пасхальной радостью. Этот праздник – самое главное событие всей нашей истории человеческой, потому что до Иисуса Христа никто не воскресал. И Господь победил смерть, и мы знаем, что мы также воскреснем, и все будем с Господом. С верой в душе и надеждой в светлое будущее, в сердце, зрители в зале следили за библейскими сюжетами на экране. Уверенными движениями художник из песка воссоздавал картины жизни, смерти и воскрешения Иисуса. Благодатная Мария, Господь с тобою благословена ты, женат. Театрализованная постановка в исполнении юных дарований наглядно проиллюстрировала, сколь всесильна и крепка может быть вера человека. Как святая Мария Магдалина яйцо царю подарила, оно было все бело, оно было все кругло, подносила, подарила. Христос воскрес, говорила. А теперь и принимал, подарок не отвергал, говорил, что верить буду, если сам будешь у чудо. Он яйцо в руках держал, сам с собой размышлял. Пусть яичко покраснеет, в воскресенье я поверю. Яйцо будто услыхала, алым цветом запылала. А капельно и в музыкальном сопровождении звучали песнопения. Национального колорита добавляли и русские народные костюмы, и репертуар, передающий любовь людей к своей родине. Я тебя не выбирала, так уж вышла. Родина моя всегда со мной. Здесь мои друзья. Я не смыслю в этом мире родины другой. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой. Просто будь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой. В добрый путь. От гремела гроза, свежий воздух, сладкая патока. Желездит ветерок меж лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга. Над Россией моей, над Россией моей. Проникновенно, душевно лилась музыка. Уверенно и звонко вторили ей голоса. Крепкая духом, воспитанная на любви и уважении к окружающим, молодое поколение продолжает добрые традиции, заложенные предками. Умеют на Руси и хлебосольно гостей приветить и душевно, радостно встретить праздник, чтобы не осталось равнодушных. Пасхальный концерт удался на славу, оставив светлые и теплые воспоминания у зрителей. Пасхальный концерт удался на славу, оставив светлые и теплые воспоминания у зрителей. На сегодня это вся информация. О своих новостях сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Мы по-прежнему работаем для вас. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин